У нас, как у матрёшки, вот русской матрёшки, есть пять слоёв, один в другом. До последней матрёшки добраться трудно, надо открыть все предыдущие. Потому что также, чтобы лечить пятый психический слой, нужно сначала пройти предыдущие слои. Понятно? Он скрыт, и вот до него трудно добраться. И можно добраться, все слои проходятся в организме через аскезы. Вот ты, допустим, можно ходить ногами, это понятно, да? А можно ходить внутри психических слоёв. И вот как ходить внутри психических слоёв? Я сейчас буду вас в ходьбе учить. Если ты хочешь с помощью энергии знания ходить, вот эту энергию прочитать, знания, ходить внутри всех слоёв психических, тогда надо не двигаться. Вот ты не двигаешься, и энергия знания пошла сразу двигаться внутрь твоих психических слоёв. И 65 минут неподвижного положения тела ты проходишь все пять слоёв полностью. Как я это узнал? С помощью видения психического тела. Я смотрю и вижу, вот я стою и смотрю, как у меня проходит энергия знания, и доходит до пятого слоя, прочищает весь организм. А если 66 минут стоять, то заново всё начинается. Опять заново чистка. Ну, то есть нет смысла, ты уже простоял, всё. 65 минут достаточно. Просто стоять. Ну, и мы будем изучать, как лучше стоять. По-разному мы будем. Итак, если ты хочешь, чтобы энергия вечности начала идти внутри организма, снаружи внутрь, то надо идти, длительное движение совершать. И когда человек идёт в среднем четыре часа, вот средним шагом, то он прочищает все пять слоёв психических у себя в организме. И это можно делать только раз в шесть-семь дней, потому что иначе ты будешь перегружаться. 65 минут стоять можно хоть каждый день, если ты тренированный. Но если не тренированный, лучше раз, два, три дня, потому что когда лечение начинается, организм лечится, когда может перегрузка возникнуть, если каждый день стоит. И когда человек постится на воде или на сухую, то он проходит пять слоёв с помощью энергии счастья. С помощью энергии счастья очищать энергии счастья тяжелее всего. Энергию знания чистить легче, потому что просто стоишь 65 минут и всё, и прочистил. Но она быстрее засоряется в организме. Энергия знания быстрее всего возникает в блоке, потому что мы постоянно ничего не знаем. И поэтому всё время в блоке возникают. Энергия вечности засоряется медленнее, и её чистить дольше. Больше надо прилагать усилий. И энергия счастья медленнее ещё засоряется, и ещё дольше её надо чистить. Двенадцать часов поста очищает один психический слой, а два с половиной суток поста на воде очищает все пять слоёв. Один слой можно очищать раз в каждый день. Это называется интервальное питание. А два слоя, 24 часа поста можно раз в неделю, 36 раз в две недели, 48 раз в три недели. Ну то есть, как понять? Один слой можно очищать каждый день, два слоя раз в неделю, три слоя раз в две недели, четыре слоя раз в три недели, и пять всех слоев можно очищать раз в месяц. Это два с половиной суток поста. Я не могу ещё раз, потому что люди очень сильно напряглись все. Я сказал так между делом, это и всё. Зачем ещё раз? Приехал Олег Геннадьевич, и всё пропало? Теперь не поесть, не жить нормально, всё как бы. Как жить теперь вообще? Вставать как рано. Вообще, рано ложиться. Ну что такое? Вот он такой вроде хороший человек, так с виду. Так мягко говорит, а как бы мягко стелит, а жёстко спать потом. Если 10 дней на воде, вот например. Не надо. Два с половиной суток достаточно. Потому что дальше опять заново начинается чиститься психическое тело. Зачем скотинку мучить? Ладно, я буду периодически с вами шутить, чтобы вы не перегружались информацией. Хорошо? Теперь методология очищения организма такая. Статическое напряжение – это нарушение энергии знания. Запомните. Знание, неподвижное положение тела, называется статическое напряжение для удобства. Потому что оно лечится неподвижным положением тела. Всё. Сначала очищаем статическое напряжение. Оно мешает всем остальным видам очищения. Потому что когда накапливается статическое напряжение, оно перегревает человека. А перегрев – это самая опасная вещь. Когда человек движется длительно, он тоже нагревается. И перегрев на перегрев получается очень плохо. Пульс подскакивает, человек не может дальше бежать, идти. Когда человек постится, он тоже нагревается в поста. И перегрев на перегрев опять получается плохо. Поэтому сначала неподвижное положение тела делаем. Никуда не бежим. Сначала стоим. Понятно? Вот второй вид аскезы следующий. Когда ты уже можешь неподвижное положение тела делать, на три слоя, допустим, ты не двигаешься, тогда можешь на три слоя ходить. Если на три слоя не двигаешься, а ходишь на четыре слоя, то можешь от этого пострадать. Понятно? Ну, допустим, 13 минут очищается один психический слой, когда ты стоишь. Допустим, стоишь 26 минут, можешь ходить час 40. Час 36 минут два слоя очищаются при средней ходьбе. Понятна система? Чего непонятно? Вот сколько стоишь, столько и ходишь. А больше ходить нельзя. Иначе будешь болеть. Час бега? Ну, мы попозже пробег. Это сейчас не надо, иначе все запутаются. И если ты стоишь на три слоя и ходишь на три слоя или бегаешь на три слоя, ты можешь поститься на три слоя. Имеешь право. А если ты решил стоять и сразу поститься, значит, у тебя тоже могут быть проблемы. Потому что пост нельзя делать, не очищая ни статику, ни динамику. Динамическое напряжение это энергия вечности, когда блокируется. С помощью движения оно чисто. Динамическое значит движение. И негативный тонус очищается с помощью поста. Негативный тонус это блокирование энергии счастья. Я просто ввел технические термины, чтобы вам ну, как-то понятнее было, что это блоки. Понятно? Ну, то есть, если вы решили поэкспериментировать и сразу решили ходить, а, допустим, стоять у вас не получилось, потому что тяжело, значит, будет еще хуже. Теперь правило номер один. Если вам тяжело стоять, а ходить легко, значит, у вас статическое напряжение больше в организме. Если вам стоять легко, ходить тяжело, значит, динамическое напряжение. А если вам тяжелее всего поститься, значит, у вас в организме в основном токсины. Чуть тяжелее, там и засада. Значит, правило какое основное? Так, нет, нет, наверное, нет знания. Последнее открываем. Последнее? Стоять надо. Вот, видите? А ручку, а ручку ломать не надо. Значит, правило один. Стоять, потом ходить, а потом ходить. Правильно? Да. Стоять, значит, просто на ногах или какое-то определенное упражнение? Вот можно стоять на руках, можно стоять на голове, можно стоять на ногах. Надо выбирать то положение, как стоять легче. любое неподвижное положение, любое ацкеза будет чистить организм, но скорость отчаяния разная. Но я не буду, это уже тонкости, понимаете, вы просто сейчас запутаетесь. Я хочу вас сначала распутать. Хочу сделать так, чтобы вам легко и просто было. И самое главное, поймите, что я с вами не шучу. Когда стоять, можно молитвы включать, да? Да. Вот запомните такую вещь, что если вы будете пренебрегать этими правилами, то я ни за что не отвечаю. Дальше все будет жесть. Понятно? Потому что мы сейчас имеем дело со ацкезами. И они будут включать механизмы в организм. Если механизмы будут включаться неправильно, тогда дальше все будет не так, как хотелось бы. Понимаете? Теперь дальше поехали. Во всем, конечно, есть свои тонкости и правила. Например, если ты хочешь хорошую энергию в себя всасывать, то всегда, когда ты ацкезы совершаешь, надо желать всем счастья, молиться или думать о чем-то хорошем. Можно слушать лекцию, можно молитву, но никогда не нужно думать о делах, о работе, о проблемах, иначе ты еще больше блоков себе внутрь запихаешь. можно активно читать молитву или нужно слушать? неактивно можно читать. Главное, позитивное мышление. Во всех этих процессах позитивное мышление. Иначе энергия хорошая не входит в организм. Если человек любит природу, то еще сильнее эта энергия входит. можно и на природе стоять. Еще лучше, на природе еще лучше, качественнее. Всегда, когда солнце восходит, идет лечение. Все лечение лучше проводить на восходящем солнце. Но если нет возможности, можно и в другое время. лечение тоже будет проходить, но не так сильно. В разы слабее будет уже лечение. Теперь вам интересно, что на каком слое находится или нет? Интересно? Первый слой связан, самый поверхностный слой связан с нашим взаимодействием с этим миром. Допустим, мне вчера сказали, одна женщина, она не выходит из дома, ей тяжело видеть людей. Это означает, что у нее блокируют блоки на первом самом слое, на самом поверхности. Его лечить легче всего. 13 минут стоять, потому что чувствительность к людям повышенная, она не хочет людей видеть. Это значит, что 13 минут стоять достаточно, чтобы она начала выходить на улицу. чувствительность к погоде тоже на первом слое, городе находится, к стране, в которой ты живешь. Любая несовместимость тебя с климатом, с людьми, с погодой, природой, все это на первом слое. Он защитный, это защитный слой. Он предназначен для того, чтобы воздействия, которые на нас идут, блокировались, ненужные. На втором слое, второй слой это уже связан с нашим внутренним миром. Начинаются уже психические функции со второго слоя нашего. И на втором слое находится самая поверхностная психическая функция, называется эмоции человека. Эмоции это реагирование на все, когда человек реагирует, отстаньте от меня. реагирование это эмоции. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это эмоции. Эмоции. Есть одни хорошие эмоции, да? Это тоже настроение. Это реагирование. Или кошка. Это эмоции, кошачьи эмоции. петушинные эмоции. Собачьи эмоции. Понятно? На втором слое психическом находится. Ну, соответственно, если энергия вечности блокируется, то эмоции какие становятся? Человек не может понимать шуток. У него зажатые эмоции. все смеются, а он не знает, чего все смеются. Вот когда энергия знания блокируется, то наоборот, очень раздражительные эмоции все перегружает, все как бы раздражает. Отстаньте от меня. Энергия знания на втором слое блокируется. И энергия счастья блокируется, подавленные эмоции. Пропала вамина невеста моя, бежала мамина чужих подавленные эмоции. Я водя но я водя но никто не водится со мной. Подавленные эмоции. Понятно? Итак, если эмоции и второй психический слой связан с эмоциями и связан со слизистыми оболочками в организме, то есть понимаете, от чего слизистые страдают? От эмоций. Кожа тоже страдает от эмоций. Лимфатическая система от эмоций страдает. иммунитет значит от эмоций страдает человек. Повышенная раздражительность вирусной инфекции значит. Эмоциональность повышенная воспалительные процессы в горле, бронхах, в желудке, в кишечнике, слизистые половых органов страдают от эмоций. Отсюда нарушение половых функций от эмоций идут. Болезненные допустим проблемы с болью там это все эмоции. Кожные болезни эмоции страдают. Второй слой. Запомните спазмы это всегда энергия вечности страдает. Сухость кожи, спазмы в желудке там слизистых оболочек, кишечники, запоры это все энергия вечности. Воспалительные процессы когда гастрит, холецистит, кожные болезни, воспаление, экзема это все энергии знаний. И когда на втором слое копятся токсины это приводит к аллергиям разным непереносимостям. это энергия счастья. Во втором слой. Пессимизм в эмоциях рождает токсины. Напряженные эмоции раздраждают спазмы. А раздражительность рождает воспалительный процесс. Не пытайтесь все запомнить и усвоить у вас будет перегрузка по энергии знания. Просто слушайте и радуйтесь Олег Геннадьевич. Что влезет, то влезет. Значит третий слой связан с мыслями. Мышлением. Мышлением. Думай. 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 Вот. Мышление это третий слой. Третий слой связан с сосудами, со всеми сосудами в организме, со всеми мышцами, со всеми суставами, кроме плечевых суставов и тазобедренных. Все мелкие суставы это третий слой. Матка третий слой, у ретро мужчин третий слой. Подкожный жир это третий слой. Подкожный который жир. Третий слой. Как говорю, жир слово сразу все улыбаются. Не знаю, с чем это связано. Если скажу нет жира, значит все будут печалиться. Поналоги. Хорошо. когда допустим мысли зажаты и человек не может думать, то сосуды спазмируются, повышается давление. Мышцы спазмы, боли в мышцах, суставы боли суставов. Это энергия вечности нарушения. Когда у человека мысли раздражительные, он обиделся или разгневался мысли, то воспалительные процессы в сосудах снижаются резко, давление падает. У человека возникают воспалительные процессы в суставах, мышцах. Мышцы отечные, воспалены, суставы воспалены. Это мысли. И когда у человека токсины возникают плохие, плохие мысли, негативные мысли. Все плохо, на земле все плохо. негативные мысли, то значит будет токсин накапливаться на третьем слое. Если промок не нравилось, теперь будете слушать про токсины. Токсины накапливаются на третьем слое. Это вызывает холестерин, накопление холестерина в сосудах, подкозный жир увеличивается, увеличивается отложение в суставах и в мышцах от негативных мыслей. Четвертый психический слой связан с настроением. У меня сегодня хорошее настроение. Хочу на работу. Ой, не хочу на работу. Это настроение. Или настрой. Слово настроение и настрой это одно и то же. Если настроение на четвертом слое находится очень важный уже в организме глубокий функции. Чем глубже, тем серьезнее все. И на четвертом слое находятся ткани мозга, а также кости черепа, позвоночник на четвертом слое находится. На четвертом слое находятся все внутренние органы, которые не имеют полости. то есть, это легкие, это печень, почки, щитовидная железа, поджелудочная железа, придатки у женщин. Четвертый слой. молочные железы на четвертом слое на сердце теленихо учится боку сердце находится часть функции на третьем часть на четвертом например проводящая система сердца мышечная мышца сердца находится на третьем слое. Да, там вот клапаны все на четвертом мышце. Видите, что-то упало, вы испугались. Это нарушение энергии вечности. А если на голову упадет, нарушение энергии вечности будет еще сильнее. И так, ну, соответственно, когда энергия вечности страдает во внутренних органах возникают спазмы, боли. когда энергия знания страдает воспалительные процессы печени, воспаления почек, придатков. Когда энергия счастья страдает, то откладывается в печени жир, почка, нарушение КПН, хроническая почечная недостаточность, в придатках кисты, кисты, опухоли, отложения всякие, это все энергия счастья страдает на четвертом слое. И глубокий жир в организме тоже с четвертым слоем связан. Не подкожный жир, а глубокий жир. Пятый слой это самые глубокие психические функции, вот ощущение счастья само, вот мне хорошо, счастье, это пятый слой. Ощущение знания, я знаю, или ничего не понимаю, ничего не знаю, это пятый слой. И ощущение вечности, хочу жить, не хочу жить, это пятый слой. Соответственно, на пятом слой, если блокируется энергия вечности, человек говорит, не хочу жить, нет желания жить, или чувство бессилия полного, безволия, ты как бы не знаешь, что здесь делать, как жить, чего, как, чего, это пятый слой. Счастье, когда нету депрессия полная такая, разочарование в жизни, это пятый слой. Энергия знания на пятом слое это человек теряет адекватность, ничего не соображает, что происходит. Таким образом, на пятом слое находятся психические заболевания человека, находятся нарушения его адаптации в этой жизни, как бы он не знает, зачем может, для чего, как. Пятый слой связан со всей нервной системой и со всеми гормональными функциями организма. Бесплодие это пятый слой. Соответственно, бесплодие это что такое? Глубокие нарушения счастья женщины, любви, желания жить, ну, то есть, что-то там проблемы такие. Поэтому не хочешь сама жить, зачем тогда ты хочешь, зачем тебе тогда давать кому-то жизнь? все логично. Не хочешь жить в Германии, зачем тебе тогда гражданство? Устали? Впереди еще ха. Ха? Ха. Хура! 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 Добавляется одному ха. Хура! Хура! Все, поехали! Значит, у всех сильное статическое напряжение, можете даже в этом не сомневаться. Вы же не очищались, в этом все нервные, все раздражительные, все гневливые. Вот, поэтому начинаем очищение, самый простой метод начинать очищение это вода, пассивная очистка вода. Ну, то есть, если, допустим, лежать в воде 28 градусов, 70 минут очищается все пять слоев психически. Если хотите быстрее, то надо снижать температуру. Например, если вы стояли, допустим, мы в 6 градусов вчера, то где-то 8-9 минут все пять слоев очищаются. Очень быстро. 28 градусов 70 минут все пять слоев очищаются. Но это самая мягкая очистка, то есть, вы в бассейн ходите, допустим, раз в неделю плаваете. Нет, просто плаваете, это же пассивная очистка, вода тебя очистит. Ты плаваешь, балдеешь, и 70 минут поплавал, весь организм очистился, свободен. Можно и ванне полежать? Можно и ванне полежать 28 градусов. Подходит. Нормально? А то я до этого сам светил теперь, как бы, светая лампу. Мне так легче. Я жучусь, все нормально. Итак, ну, мне надо ауру, конечно, делать какую-то. Так посвятите, чтобы я сиял. Вот. Ладно, ладно, все шутки. Будем шутить, иначе вы с ума сойдете эту информацию. Мы начинаем стоять или плавать? Плавать. Начинаете плавать. Сначала с воды. Да, начинайте с воды, потому что, если вы не начнете с воды, вы начнете статические упражнения и закончите, потому что, вы не выдержите. Потому что, когда у человека очень сильное статическое напряжение, надо сначала его ослабить. Вода, она ослабляет силу статического напряжения, а когда ты стоишь, пробиваются блоки. Вот вода блоки не пробивает, она просто уменьшает напряжение. как часто? Ну, достаточно, если очень сильное статическое напряжение, может два раза в неделю лежать по 70 минут. Если, допустим, человек даже уже не может нормально заснуть, то есть, статическое напряжение нарушает процесс засыпания. За счет не может заснуть, значит, что не очень сильно. Два раза в неделю и нормально, 28 градусов, 70 минут, и ты засыпаешь нормально, всю проблему. Действительно, ты такая голова. Знаний не хватило. Вот. Хорошо. Труитивно сошла в бассейн, когда чувствовала, что вообще нет сил. Нет сил. Бассейн. Раздражительность. Все. И в бассейн пошла, почувствовала. Все люди чувствуют истину. Теперь, когда несколько, пару недель поплавали, полежали в ванне, можно начинать статические упражнения. Начинаем от простого к сложному. Самое простое статическое упражнение это поза бабочки. Стопы вместе, колени в розь. И даже поза бабочки вы 65 минут не просидите, поэтому лучше всего на диванчике, спинка облокочена, спинку на диванчик, ножки на мягком лежат. стопы вместе, вот так, спинка диванчик, 65 минут. Да, вот ноги, почему ноги отекают, мои хорошие, послушайте меня, почему ноги отекают, почему все затекает. Не потому, что кровообращение не проходит. Кровообращение не проходит, потому что ему не дают статические блоки. у вас все затекает тело от неподвижного положения тела, потому что статическое напряжение. И единственный способ его пробить, это терпеть. Запомните, терпение увеличивает продолжительность жизни. Вот у меня очень сильно в организме статическое напряжение. Я, когда сижу в позе алмазов, я сижу все больше и больше, мне сидеть все легче и легче. Понимаете? Пробивает. позу бабочки. Как еще у вас позу бабочки, это когда стопки вместе, вот так, стопки вместе, колени в розе, спина полусогнутая. Это как дети сидят. Терпение увеличивает что он сказал? Продолжительность жизни, конечно. Понимаете? А если у вас все затекает, это и есть статическое напряжение. Если вы будете практиковать неподвижное положение тела, то затекать будет меньше и меньше, меньше и меньше. И в конце концов вы можете дойти до шестидесяти пяти минут. Ура! Ура! Вот. Понятно? Начинать пока. А? Из каких минут начинать? Начинать и как можете. 13 минут один слой. Лучше по слоям чистить. 13 минут выдержала, потом до 26 минут идешь. У вас очень жуткое статическое напряжение. Вам надо сначала с воды. Вам надо два месяца сначала в воде лежать раз, раза два в неделю в ванной, а потом уже статические упражнения, иначе вы с ума сойдете в неподвижное положение тела. Если чувствуете, что вы стабильно сидите, допустим, 26 минут на два слоя, можете начинать ходить уже на два слоя. На два слоя ходить это 48 минут умножить на два это час сорок примерно. 48 минут это один слой, да? И всегда, когда вы ходите, помните, всегда помните одну вещь, но позитивно, что если не будете ходить, то будете ходить под себя. Или лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Но лучше журавль в небе, чем утка под кроватью. А если в воде лежать, тоже можно с малого начинать? Можно с малого, да. Сначала понемножку полежал, потом больше. Все, можно потихоньку идти вперед. У вас теперь впереди целая вечность. Можете потихоньку начать оздоравливаться. Если не успеете, то помрете. Если успеете, то будете жить. Все нормально, не волнуйтесь, все хорошо. Добрый доктор Олег Геннадьевич успеем двигаться. ну, а? Да. Четыре часа. Значит, итак, давайте еще раз. Вот смотрите, вы начали бабочки сидеть, да? Что лечит бабочка вообще? И, допустим, как усилить это лечение? Если вы сидите на диванчике, облокотившись на спиночку, то это облегченная поза бабочки. А сильная поза бабочки, это когда вы сидите на кушеточке и спина у вас уже ни на что не опирается. Если вам тяжело, можете руками за ноги держаться, за стоп. Это просто коврик. Из-за колен, значит, мы вам придумаем еще что-нибудь, назначено, не волнуйтесь. Вот. есть разные варианты, например, вот, смотрите, значит, второй вариант это поза алмаза. Это когда ты стоишь на коленях и садишься вниз. Но запомните, поза бабочки лечит все внизу. Вот когда сидишь поза бабочки, то лечится по-женски все. Вот допустим, беременным женщинам хорошо позе бабочки сидеть. У них улучшается возможность выносить ребенка. Вот. Кстати, беременным женщинам, если она боится выкидыша, статические упражнения, динамические упражнения и все, она никогда никакого выкидыша не будет. Все она будет вынашивать прекрасно. радоваться надо радоваться, счастья всем желать. Вот. Значит, поза алмаза, облегченная поза алмаза, это когда перед тем, как сесть, между ногами кладешь подушечку сзади и на подушечку садишься, она ну как бы вот ты села на подушечку и чуть-чуть до твои бедра не достают до голени чуть-чуть. И так сидеть легче. Понятно? Подушечку под поп. Понятно? Вот такая для пуссов вариант для вас тоже тяжело. Тоже тяжело. Значит, в воде лежать надо. В воде, моя хорошая. Надо, значит, спассивную чистку, потому что очень колоссальная сила напряжения у вас статическое в теле сейчас находится. Потом дальше вот у тех, кого суставы больные, значит, единственный выход у вас это стоять. И ну, поза алмаза, понимаете, не облегченно, это уже ты просто сидишь без подушечки вот так и 65 минут выдерживаешь. Поза алмаза лечит суставы, лечит позвоночник, вот. Голову лечит только когда стоишь. Все эти упражнения 13 минут один слой, соответственно, как можно себя продиагностировать. Допустим, сидишь, 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 и на, допустим, 35 минуте стало тяжело сидеть, резко так, хуже, 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 значит, блок на третьем слой. 26 минут два слоя, с 26 до 39 третий слой, с 39 до 52 четвертый слой, с 52 до 65 пятый слой. И где блок, ты узнаешь по тому, когда тебя начнет все затекать. А как определить, что ты пробила блок, у тебя все затекало, затекало, потом раз прошло, и ты сидишь дальше нормально, это значит блок, а как определить, что не пробило, у тебя все затекло, и потом сидишь дальше, все хуже, 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 хуже становится, значит, у тебя не пробило блок. Что делать? Выйти из положения статического, и потом зайти опять назад. Из бабочки выходишь на несколько секунд, а потом опять и дальше продолжаешь. И будет чистка более мягкая, как бы такая, неглубокая, но все равно будет продолжаться. Как стоять? Надо стоять возле стенки. И как только чуть-чуть хуже становится, особенно пожилым людям, сразу надо прислоняться к стенке спиной и ноги отодвигать назад. Это облегченное положение стояния возле стенки. Вам сразу надо так начинать. То есть, отодвинула ноги от стены, на стену оперлась и стоим возле стены. Все. Вот. А вам еще, как бы, и можно, можно стоять возле стены, если плохо становится, раз, к стеночке прижалась, лучше стало, опять отодвинулась. Понятно, да? Когда человек стоит возле, стоит, то у него лечение идет в голову. Когда сидит, то в ноги, ну, тело внизу. Чем, если стоишь, то в голову идет. Понятно? Теперь, это называется пассивная чистка. Вот, допустим, у детей на пятом слое статический блок. Это аутизм, ДЦП, эпилепсия, шизофрения, там, и у людей, допустим, которые не смогут аскезы делать, то есть такое понятие пассивная чистка статического напряжения. Как оно осуществляется? Если человек на туристическом стульчике или просто на земле летом сидит возле дерева спиной, то 20 минут очищается один слой пассивно, а, соответственно, час сорок очищается все пять слоев. Если, допустим, с ребенком-аутистом выходить к деревьям и сажать ребенка раз в три дня, то будет по графику чистка идти, и у ребенка будет восстанавливаться интеллект. Через полгода такой практики вы не узнаете своего ребенка, то есть он будет намного разумнее, начнет соображать, думать, и все, будет кока-кола. Да? А маленькие детки, которые потомки планы мамы, я могу украть, а скидцы или для него? Да, то есть вы сидите возле дерева, допустим, ребенок грудной, вы сели возле дерева, у него тоже идет чистка. Три года. Три года надо сажать в дерево. Вы можете однозначно делать аскезу, ребенку будет становиться лучше. Но если он сам будет делать, хотя бы пассивную чистку, тоже будет становиться лучше. Можно ребенка держать в ванне 70 минут, 28 градусов, очищается 5 слоев статического напряжения. А дерева, разницы нету возле любого дерева? Всегда во всем есть разница. Вот допустим, Олег Геннадьевич это одно, другой лектор тоже хорошо, но другой уже. Поэтому во всем есть разница, мои хорошие. Если вы хотите знать, какие деревья как лечат, я вам расскажу вкратце. Липа лечит психику, психические заболевания лечит липа. Осина лечит давление, успокаивает тоже, улучшает сон. дуб лечит позвоночник, клён лечит суставы все в организме, вишня лечит кровопрощение, кровь, анемия, допустим, вишня и слива тоже лечат кровь. Топа лечит по-женски и акации, топа и акации лечат женские заболевания, гормоны женские, вот, сосна лечит мужские, мужское бесплодие, сосна лечит. Сосны также лечат все вирусные, иммунитет соносный лечит, а ёлки лечат опухоли, онкологии, ну, помогают лечить онкологии. Платан лечит нервную систему. Берёза гормональной функции тоже по-женски и аллергию к кожной болезни. Но если аллергии на берёзу нет, сосна вы говорили, сосна иммунитет, суставы лечат клен, клен зелёный, клен кудрявый, да, тополь, акация, у меня ещё один вопрос, скажите, вы написали очень много книг, есть ли какая-то книга, в которой можно это всё ещё раз пока ещё не написал, потому что новые исследования, но уже есть методичка, у нас у нас в течение месяца или двух откроется новая методика, консультативная помощь такая, вот, консультация олеггинача стоит очень дорого, но есть возможность, это тоже дорого, но не настолько, вот, это, по-моему, там пределы 400 евро, где-то, 300-400 евро, то есть я полностью ваши блоки рисую, тестирую, и мои помощники вам рассказывают, как вам индивидуально это всё очищать и ведут вас, если у вас что-то не то, они вам напишут, что делать, то есть вы с ними на связи, вот это такая консультация скоро начнётся, и можно индивидуально получить свои блоки все, я вам нарисую, где чего, а мои помощники вам расскажут, что с этим делать. Что, для этого нужно фотографии или что? Для этого нужно подождать чуть-чуть, когда это всё запустится, на сайте dressonov.ru начнёт реклама, начнётся, называется консультация по ЗОЖ, по здоровому образу жизни. Когда она начнётся, вы сразу начнёте записываться и будете получать возможность индивидуально разобраться в себе, что там у меня. Для этого нужно будет там анкету заполнить, диагнозы все свои, фотографии, которые мы вам скажем. Мы также будем вам назначать деревья, которые вам подходят. Это я тоже буду назначать тоже. Какие деревья вам подходят для лечения? Каштан для чего? Каштан, кроветворение лечит, кровь, функции крови, пищеварение лечит, активность пищеварения, всасывание веществ. лечит. Ладно, мои хорошие, тогда поедем дальше, да? Длительное движение теперь. Начатайте ходить сколько можете, Не парьтесь. Меня разок спросили, самый главный ваш совет, как париться в бане. Я говорю, в бане надо париться спокойно, не париться. И тогда все будет нормально. Ладно, это шутка, а мы идем дальше. Итак, начинаем ходить. Если вы ходите 48 минут, можете ходить каждый день. Ну что значит 48 минут? У всех по-разному. Если ты идешь очень медленно, тогда будет дольше. На сайте torsnov.ru есть раздел материалы. В этом разделе есть расчет времени аскез. Заходишь туда, в этот раздел, и там есть человечек, который бежит. На него нажимаешь, и там есть время движения твоего и расстояние, которое ты за это время проходишь. Но если ты идешь очень медленно, все равно можно, допустим, сколько ты расстояние, за которое время прошел, на сайт заходишь, тебе даст точный ответ программа, сколько ты прочистил слоев. Там циферка 1, 2, 3, 4, 5 идет. И еще одна седьмая, две седьмых, три седьмых, пятых седьмых. Почему? Потому что еще каждый слой делится на 7 частей. Это вам знать не надо, иначе у вас мозги опухнут, и порвутся просто, и все. На этом закончится ваше образование. Вот, поэтому... Я когда бегу, я вижу, что чистится. Каждый вот этот маленький слой, подслой, все вижу. У каждого человека. Который бежит со мной рядом тоже. И когда у кого блок, я предупреждаю. Говорю, сейчас будет бежать плохо. А сейчас будет легче. Как вас зовут? Виктория со мной бежала. Виктория означает победа. Ну, понятно, что она пробежала все 17 километров со мной рядом. Вот, но у ней на четвертом слое был блок. У нас на четвертом слое, в начале четвертого был блок, и поэтому вам... Угу. Лежать было там тяжело. Ладно, мои хорошие. Итак, когда человек идет, и плохо стало, значит, там блок. А если ты пробил блок, то у тебя вылечиваются болезни и судьба. Да? Хорошо? Классно же? Теперь, когда лечится болезнь, и когда судьба. Сначала лечится психическое тело. Ни болезнь, ни судьба, а психическое тело. Понятно? Как определить, что психическое тело пролечилось? Ходить стало легче, аскезы стало легче совершать. И жить стало веселее, улучшается настроение в целом. Настрой, то есть, качество жизни улучшается. Означает, что у тебя восстанавливается психическое тело. Потом сразу лечится здоровье. Физическое тело начинает лечиться. А только потом судьба. То есть, если ты хочешь сразу замуж, ничего не выйдет. То есть, ты начинаешь длительную ходьбу. У тебя прочищается сначала психическое тело. Потом прочищается физическое тело. Все, что надо вылечить. А потом, когда у тебя уже энергия есть, лишнее, тогда прочищаются связи, нити твои. Нити вот эти, тоже там блоки бывают. А когда нити прочищаются, тогда замуж. Проблем нет. Сколько на все про все. Ну, если ты на пять слоев по графику ходишь, то за пять месяцев точно у тебя прочистится все психическое тело. Потом еще месяцев пять все физическое тело. А потом замуж. Ну, то есть, проходит десять месяцев, и уже замуж. А если уже человек замуж? Если замуж, куда идти тогда? Если уже замужем. Нафиг тогда ходить, если уже замужем. Олег Геннадьевич, я не пойму. Мне-то что, вы что лекцию для кого читаете? Вот я уже замужем, Олег Геннадьевич. Ну, идите тогда, ну, тогда у вас же есть какие-то препятствия в жизни? Допустим, денег не хватает, машины не хватает, иншуринс там не хватает какого-то иншуринса. Или еще чего-нибудь не хватает, я не знаю. Или у вас все хватает? Всего хватает. Если все хватает, тогда... Тогда можно не ходить. А хочется ли? Хочется? Тогда еще будет больше всего. По работе препятствий тоже идем и лечим препятствия по работе. Ходить. А можно бегать? Можно бегать. Только, знаете, одну вещь вам скажу. Лучше 4 часа ходить, чем час бегать. Потому что, если вы будете час бегать, вы будете прочищать два слоя всего. А если будет 4 часа ходить, все 5 будете прочищать. Понимаете? Поэтому, если вы хотите бегать, значит, придется бегать столько, сколько надо, а не сколько хочется. Потому что ходить можно долго. А ходить 4 часа раз в неделю или... Раз... Вот смотрите. 48 минут можете ходить каждый день. 48 умножить на 2. Ходим раз в 2 дня. 48 на 3 раз в 3 дня. 48 на 4 раз в 4 дня. 48 на 5 раз в 5 дней. 1. Или в 6, или раз в неделю. 4 часа, то есть раз в неделю. 3 часа 20 минут ходим раз в 4 дня. 2 часа 40 минут ходим раз в 3 дня. Час 40... 3 часа 20 минут раз в 3 дня. 1 час 40 раз в 2 дня. 48 минут раз в 1 день. Может такое быть. Может быть блоки, 2 блока одного и того же. Статический блок может быть и на втором, и на пятом, допустим. Это уже значит запущенный случай со всем. Пробил сначала 1, потом пробил второй. А статические блоки лечатся неподвижным положением тела. Если вы ходите, каждый день 48 минут, то за неделю будут прочищаться 5? Нет, моя хорошая, нет. Это не как в Германии. У нас все по-другому там в теле. Если ты ходишь каждый день по 48 минут, то каждый день у тебя прочищается только один первый слой. И поэтому все больные, потому что они не знают, как надо правильно. Понимаете, люди многие ходят там каждый день, но у них все равно больные суставы. И есть еще одна проблема. Если ты ходишь каждый день, но не ходишь все 5 слоев, то у тебя, допустим, ты до суставов, лечение суставов находится на третьем слой. Если ты 2,40 не ходишь, то у тебя в результате такой ходьбы со временем начинают болеть суставы. Почему? Потому что ты чистишь свой тонус, работоспособность, 48 минут лечишься от работоспособности только. И лечишь слизистые оболочки, и настроение свое лечишь. А мысли и суставы не лечишь, потому что ты не доходишь до 2,40. Поэтому лучше ходить один раз в неделю 4 часа, чем каждый день по 48 минут. А если каждый день по 6, 7, 8 часов, сын у меня так гуляет, целыми днями только и ходит по лесу, нормально? Ну, он, наверное, гуляет-то не быстро, так спокойно. Ну, по-разному, да? Это уже не очень нормально. Нужно все сочетать. То есть, статику надо соединять с динамикой, пост. То есть, нужно баланс. Но то, что он так ходит, это нормально. Не трогайте его, значит, это ему надо. У вашего сына есть блок на пятом слое, его надо ему пробивать потихоньку, он пробивает. Пост. Сколько пробежешь, если не ходить 4 часа? Ну, вот мы бегали, мы бегали, допустим, моя скорость достаточно быстрая. То есть, мы бегали 6 минут 30 секунд за километр скорость пробегали. Это час 50, все 17 километров и все 5 слоев. А если как улитка, то часа 3? Нет, 4 часа это минимум. А, бежать, бежать, нет, бежать 3 часа, да, медленный бег 3 часа. А если, допустим, пройти до озера, лучше обойти вокруг озера и домой пойти, или это получается перерыв, если в озере воде поздно это? Перерыв. Это перерыв. И назад уже не считается. Вы можете смело, когда идете по лесу, смело можете пописать. Это гарантированно, что никакого перерыва большого не будет. Ну, на 5 минут 10 побольше пройдете и все. Но если вы дольше задержитесь, тогда придется идти заново уже. Веселая ли, Геннадь? Короче, каждый день по 40 минут толку нету. Не толку нету, да. Это лучше 4 часа раз в неделю. Да. Можно в горы идти. Нет, это уже не чистка. Запомните, ходите по ровной местности. Не надо нагрузки давать себе, потому что это не чистка. Это называется стимуляция. На гвоздях стоит стимуляция. Душ это стимуляция. Ходить в гору, бегать с ускорениями это стимуляция. Это не чистка. Увеличивается резерв здоровья, но долголетие не увеличивается. Будешь жить хорошо, но мало. Да, вопрос по гвоздям. А что вы можете сказать по гвоздям? Они в пользу приносят? Вам нет. Вам нет. Нет. Скажите. Чем старше человек, тем меньше ему нужна стимуляция. Тем больше ему нужна чистка, а не стимуляция. Стимуляция хорошо в молодом возрасте. Пожилом нужно. Во все эти аппликаторы, все это не нужно в возрасте. Нужно делать то, что я сказал. Вода. Воздух. Солнце. Солнце чистит человека в вашем климате где-то 35 минут слой. Но солнце можно чистить со солнцем только после поста. Поститься, значит, если вы хотите жрать на ночь. Или по-другому сказать, если вы холодильниковый террорист, то тогда вам лучше всего обедать и потом завтракать без ужина. Просто воду пьет, и все. Олег Геннадьевич, можно еще раз уточнить. Сначала в воде лежать, встать и куснять. Потом стоять. Потом ходить. По-другому сказать. Потом поститься. Потом поститься. А потом солнышком заряжаться. Можно, да. Итак, запомните. Во всю практику надо себя включить. Нужно переключить переключатель. Что это значит? Если ты начинаешь ходить, допустим, 48 минут и ходишь как мешок кое с чем. Понятно, да? Вот когда пойдете, вы поймете, о чем я говорю. Вы идете так. Это значит, что у вас очищение организма не включено. Еще. Вот когда вы идете и не чувствуете усталости, вам легко идти, это значит, что можно идти дальше. То есть, если у вас организм не включен, ходите только 48 минут. Каждый день не ждите, когда вам легко начнет сходиться. Это значит, что у вас наполнение энергии ветра уже началось в организме. То же самое, когда вы поститесь. Начинайте с интервального питания. Есть два варианта. Если вы не холодильниковый террорист, и вечером вы кушаете немного, то можете интервальное питание делать вечером, поел и в обед. Надо пропускать в 16 часов по-любому. Не обязательно каждый день, можно раз в 2 недели, раз в 2 раза в неделю или 3 раза в неделю. Начинайте с интервального питания и ждите. В тот момент, когда вам не будет хотеться кушать, когда вы прерываетесь, значит, тогда у вас включилось солнечное питание. У вас в это время повысится настроение. Когда вы будете поститься, у вас повысится настроение, и кушать не хочется, и будет хотеться работать, летать, и все классно. Это значит, что у вас включилось солнечное питание, и вы можете дальше уже спокойно поститься 24 часа, там и больше. И знайте, что когда вы поститесь, и вам стало плохо, значит, вы дошли до блока. Если ты умираешь от голода, значит, надо сначала статику, потом динамику, потом пост. Потому что когда блок токсины, человек не умирает от головы, ему просто плохо. А вот если у тебя сосет все внутри, сосет прямо, это значит, что у тебя динамический блок. А если ты чувствуешь, сильно жрать хочется, не сосет, а жрать хочется, значит, у тебя статический блок. А если просто слабость, значит, у тебя токсины. И значит, надо ждать, терпеть. Можно полежать в постели, но продолжать пост. Теперь правило номер один. Если вы не двигаетесь, да, и вам стало плохо, и вы закончили эту практику, то у вас будет обострение болезни. Если вы стоите в воде холодной, и стала дрожь пошла, и вы вышли, значит, вы простынете. Если вы переждали и расслабились, значит, не простынете. То есть всегда надо, когда вам плохо, продолжайте делать статическую нагрузку, но можно ее ослабить просто. Ну, допустим, если в бабочке сидеть, стало плохо, продолжайте сидеть в бабочке, к стеночке прислонившись, пока не станет легче. А потом можете заканчивать. Блок надо всегда пробивать. Если идете, стало плохо, значит, ползите. Но надо все равно сделать, пройти, дойти до облегчения. Если вы на плохо заканчиваете, начинается обострение. Значит, делайте теплее, сидите в теплой сначала, 28 градусов, а потом будет легче сидеть в прохладной. Сразу 7 градусов? Все, сейчас не надо личных вопросов, мы методологию разбираем. Это второй слой. Второй слой, да. Итак, мои хорошие, как поститься? Выход из поста по утрам. Заход в пост или утром, или вечером. Запомнили? Ну, то есть, если ты постишься, допустим, сутки, то можно с утра до утра. Если 36 часов, то с вечера до утра. Понятно? Ну, соответственно, 2,5 суток это максимум. Я вам уже говорил, что интервальное питание можно каждый день, суточное голодание раз в неделю. 36 часов раз в 2 недели, 48 раз в 3 недели. 60 часов раз в 4 недели, раз в месяц. Это комфортное голодание. Теперь я вам сейчас расскажу что-то интересненькое. Вот запомните, если у вас хроническое заболевание, оно не сильно обостряется, просто вас мучает. Значит, у вас на одном каком-то слое соединены статические блоки динамические. Значит, достаточно просто неподвижное положение тела, длительное движение и хроническое заболевание пролечатся через 6-8 месяцев. Такой практики. Если у вас сильно все обостряется и прямо очень сильно, воспалительный процесс сильный в организме, то это значит, что статическое напряжение соединено с токсинами. И это значит, что надо сначала неподвижное положение тела, потом длительное движение, а потом пост, и только потом вы вылечитесь. По-другому никак. Если у вас лишний вес есть, доброкачественные или злокачественные опухоли, то у вас, значит, динамическое напряжение соединено с токсинами. Динамическое напряжение с токсинами. Понятно? То это значит, что вам надо сначала неподвижное положение тела, потом длительное движение, потом пост, иначе вы не вылечитесь от лишнего веса. То есть, если вы хотите просто постом вылечить лишний вес, вы не вылечите. Если вы хотите только движением вылечить лишний вес, вы не вылечите. Надо делать пост и движение одновременно, потому что лишний вес это два блока вместе. Понятно? Теперь запомните, вы не сможете лишний вес вылечить, если вы не поститесь на 3 или 4 слоя То есть суточное голодание не лечит лишний вес Лишний вес начинает лечиться после 36 часового поста, потому что иначе до жира не доходит И также, если вы меньше 2 часов 40 минут ходите, у вас лишний жир плавится, не пойдет И еще запомните, лишний вес копится всегда только от вечернего питания Поэтому вечером забудьте сладкое, мучное и молочное Эти три вида пищи вечером лучше не есть никому вообще в жизни А молоко горячее на ночь можно с медом как исключение С медом и с куркумой Но немножко Есть такое Знаете, как молоко на санскрите? Молоко на санскрите звучит дудх А знаете, кто такие дутики? Дутики это те, которые опиваются молоком на ночь Это на немецкий не переводится Я предупреждаю сразу На ночь мучное, молочное и сладкое Но при этом есть исключение Например, сухофрукты на ночь можно Мед на ночь можно Молоко горячее с медом и с куркумой на ночь можно Но если у вас есть опухоль, то про молоко на ночь надо забыть А соевое молоко можно? А сои это бобовое тоже нельзя На ночь нельзя И зерновую пищу нельзя И бобовую нельзя И мучное нельзя Сладкое нельзя Молочное нельзя Кефир на ночь нельзя А на ночь можно зелень, орехи, гречку, кинуа Гречку вчера ели Гречку, кинуа можно Можно конопляную кашу Можно пшено Это все не зерновая пища Можно тушеную зелень есть Можно все овощи Можно кроме помидор на ночь И картошки А потому что они дают огонь в организм На ночь нельзя А картошку нельзя Потому что это углеводы Это как сладкое Сейчас молоко в Германии Не модно пить Молоко считается вредным Многие отказались от молока Даже детей срекли поет молоко Потому что Когда духовное знание В каком-то стране Это написано в ведах Когда духовное знание Порабощено у людей То будет один признак Предсказание Что люди будут Мясо предпочитать молоко Молочная пища Это энергия любви Она дает человеку Хорошее настроение Дает человеку Хорошее здоровье Но надо правильно ей пользоваться Например молоко Днем не надо пить Потому что Молоко Оно вырабатывается По цветам луны А правило такое Как вырабатывается продукт Так и естся Вот овощи Допустим можно вечером Потому что они созревают По цветам луны Все кабачки растут ночью Утром проснулся Он уже такое Вот Молоко тоже Вечерняя и утренняя Дойка самая большая Коров доят утром И вечером Потому что Ночью По цветам луны Молоко вырабатывается Ну тогда не надо его пить Можно козье пить Например Тоже хорошо А вечером Это во сколько Ну вот С шести вечера И дальше Вот это все Нельзя Иначе будете болеть Я считаю А вот насчет сахара Многие врачи Про сахар Говорят что Очень вредно И сейчас так модно Без сахарной питания Как вы считаете? Я считаю Что можно Я тоже без сахара Питаюсь Я ем мед Я люблю сладкое Ем мед постоянно Вот Сухофрукты Финики Ну сахар Можно есть Но не на ночь С утра нормально Вратывает луна Она вырабатывает Друзей и доброту То есть если вы Вечером общаетесь Получаете друзей И доброту В вечернее время Надо строить Отношения с людьми Да Иначе Не будет И поэтому я вечером Лекции читаю Чтобы Энергия любви Дает знания Знания в сердце Человека Можно Заплюнуть Через трубочку Доброты Трубочка доброты У тебя есть? Ху И знание пошло Пошло В сердце Прямо глубоко Поэтому видите Я по-доброму С вами с вами Солю Олег Геннадьевич Потому что Они неправильно Совершают Аскезу Женщины должны Во время Длительной ходьбы Идти радоваться Жизни Как женщины Не надо пытаться Заставлять Надо Знаете Сейчас я вас научу Как ходить Надо идти так Чтобы Одна нога писала Другая зачеркивала Вот так вот Видите Одна нога пишет Другая зачеркивает Одна пишет Другая зачеркивает И все И вы тогда Женщинами остаетесь Нет проблем И при этом Лечитесь Бегать тоже Надо нежно И счастливо Неподвижно Стоять Тоже нежно И счастливо Нежно И счастливо Тогда Останешься Женщиной Понятно? Понятно? Какие у вас По лекции По сегодняшней Вопросы Не по вашей Жизни Не по Тому Потому что Вот если Допустим Вы скажете Олег Геннадьевич Как лечить Геморрой Допустим У меня Геморрой У вас Мы с вами Очень в теме Но всем остальным Слушать Это тоже Геморрой Общие вопросы Задаем Да? Когда мы прочищаем Блок до конца Все равно У нас остается Предрасположенность К этому Вот молодец Хорошо Вот смотрите Когда очищаешь Блок до конца Остается ли К нему Предрасположенность Вот когда вы Рождаетесь На этот свет Все ваши блоки Рождаются с вами И они никогда Не поменяются В жизни Они будут Оставаться Там Они могут Разливаться Становится Шире Или сужаться Чем бы больше Занимается Тем уже Они становятся Значит Блок прочищается Постепенно В результате Аскез Если аскез Не совершаешь Он опять Загрязняется Загрязняем Видите Видите Я сейчас Начал Эти аскез Совершать Очень регулярно И я Отрываюсь От своих Сверстников Мои Мои друзья Мне говорят Что тебя Заморозили Что ли Ты Говорят Все Такой же Вот я Кто был На лекции В прошлом году Понимите Я изменился Нет Еще Еще Моложе Стал Потому что Вы Стареете Быстрее Чем я Поэтому Вам так Кажется Да Вы говорили Про разные Энергии Но я не совсем Понимаю За счет чего Нарушается Энергия Знаний За счет Чего Нарушается Ну вы Допустим Обиделись Она Нарушилась Понервничали Нарушилась Несогласны С судьбой Судьба На вас Навалилась Вы не согласны Нарушаются Энергии Знаний Жарко Становится У меня такой вопрос Вы знаете Я вот вроде Учусь Лечусь 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 Вот заходит Напоминаю Что-то Проходит какое-то время И я забываю И вот я поражаюсь Допустим Своему сыну Который Один раз Увидел И через Очень долгое Времени Сразу Раз Я вас Произвел А мне бывает Даже очень трудно У меня тоже Я забываю имена Например Но помню Жизни людей У каждого Память в свою сторону Идет Я могу полной Прошлой жизни Своей Вспомнить Но имя Человека Который рядом Находится Я Тяжело Мне запомнить Поэтому мне Бог Помогает Понимаете У меня жена Тарсунова Елена Геннадьевна И сестра Тарсунова Елена Геннадьевна И легко Бог всегда Нам помогает Понимаете Каждая Память будет Свою сторону У тебя Не волнуйтесь У него Эта память Кто Кто спрашивал Где вопрос Кто Вы Вот У него память На события Да На факты А у вас Эмоциональная Память Сильная Вы например Помните Чувства Разные Тонкости Какие вы Испытывали В жизни В разное время Так Мгновенно Мгновенно Да Видите Вот эмоционально У меня на песне Память На каждое слово У меня песни Есть Чего бы вы не сказали Я сразу Скажите слово Какое Счастье Счастье есть И счастья нет Желаем Счастья Вам Дальше Бабушки 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 Старушки Бабушки Бабушки Ушки на макушке От улыбки Станет веселей И слону И даже маленькие Улитки Дедушки Прадедушек Прадедушек Есть Тоже Ладно Мои хорошие Дальше Поехали Ваш вопрос Да Вы говорили Что Когда человек Рождается У него Есть запас Счастья Как тогда Не бояться Когда Ты ощущаешь Очень сильное Счастье В жизни От отношений От работы Как тогда Не бояться Что это Счастье Уходит Когда ты Счастлив Сам Счастьем Поделись С другим И тогда Не будет Никакого страха А если Ты как бы Себе Решил Оставить Тогда Уйдет Как делиться Вот я с вами Как делюсь Я вам улыбаюсь Рассказываю Знания Кормлю вас Сладостями Вот так Примерно То же самое Что-то делайте Для человека Хорошего Надо быть Смелее Когда делишься Счастьем Надо быть Смелым Вот я беру Конфету В рот Прямо Попробуйте Так Кому-нибудь В рот Засунг Конфету Вы не сможете Правда А я иду И браво В рот Меня знаете Кто научил Да Она разок Сделала поступок Который Меня Вызвал У меня Холодный пот Мы разок В ведический Храм Съездили И нам С алтаря Дали Пирожок Пирожок Но мы Как бы Муж и жена Мы поделили На две части Она свой Съела Сразу А я ем Вкусный Понимаете Она Сует Ему В рот Так Таксист Сидит Он поворачивается А она Ему в рот И он берет Такой И ест Короче Говорит Что это Что это Что это Что это И ест Так И она Пошла А мне Плохо Стало У меня Культурный Шок Она Говорит Я говорю Ты зачем Это сделала Это мой Пирожок Это моя Освященная Пища Говорит Она Говорит Это не твоя Все Принадлежит Богу Зачем Ты ему Пол пирожка В рот Засунула Это же Некультурно Он говорит Ну если он съел Значит Культурно И я понял Что надо Всех кормить Шариками После Все Ваш вопрос По поводу Вега Еще раз Поместите Пожалуйста На 5 слоев Я могу Вегать Когда Я На 5 слоев Буду Да Если вы Допустим Статику Не делаете На 5 слоев И вы Побежали На 5 слоев И у вас Допустим На 5 слое Статический блок То вы Дойдя до него Сильно Перегреетесь У вас будет Свечкой Поднимется Пульс Можете упасть Прямо на дороге Там Это будет Последняя Ваша пробежка Даже если Вы очень Тренированный Человек Поэтому Надо сначала Статику Прочистить Всю А потом Динамику И больше того Когда приходит Плохая судьба Она Усиливает Блоки Человек Вот у меня В начале Четвертого слоя Статический блок И когда у меня Приходит Плохая судьба Это два раза В жизни Было Я всегда бегаю Свои 17 километров Но два раза В жизни Я не смог Я не смог Пробежать 17 километров Я На 66 Минутах У меня Свечка Пошла Пульса Вверх То есть Блок Пошел Статический блок От плохой Судьбы Поднялся И я Остановился Не смог Пробежать Но потом Я постоял В воде Статику Сделал И потом Уже Начал Дальше Судьба Может блоки Усилить За 1-2 дня Резко Она Всегда Бьет нам По вашим Болевым Зонам Судьба Поэтому Надо постоянно Чиститься Потому что Что такое Преждевременная Смерть Пришла Тяжелая Судьба У тебя Блоки Очень сильно Засорены И организм Не выдержит И умирает Просто Перекрытие Произойдет Полностью Почему Час 50 13 минут Это Один Слой 65 Минут Все Час Пять Минут Все Пять Слоев Да А вы Бегать Сколько Хотите Один Слой Бегая Если Вы Шесть Половин Минут Бежите Километр То Один Слой 22 Минуты Два Слой 44 Минуты 366 Но вы На сайте Смотрите Торсунов Точка Ру Раздел Материалы Там Расчет Времени Аскез Человечек Бегущий Берете Сколько Вы Километров Пробежали И Сколько Времени И вам Покажет Сколько Вы Слоев Прочистили С вашей Скоростью Я правильно Понимаю Значит Один День Старфи Например Бассей Второй День Старфи Да Вы можете Лучше Чередовать Аскезы Если вы Только Начинаете Лучше Чередовать Аскезы Но Когда Человек Допустим Одну Аскезу Две Аскезы Делает За один Раз Он Уже Тренированный Тогда Еще Лучше Например Человек Болеет Онкологией Ему Надо Длительное Движение Плюс Пост И Он Это Делает Одновременно Во Время Поста Он Делает Пробежку Тогда Еще Сильнее Онкология Лечится Но Это Только Для Тренированных Людей Иначе Человек Перегружается Вот Я Допустим Можно Активную Нагрузку Делать С пассивной Сочетать Это Тоже Очень Классно Если Пробежался Можно Полежать В ванне После Если Статику Сделал Можно Выйти На Свежий Воздух Погулять И Тоже Сочетание Пассивной Нагрузки С Активной Да Еще Я Не Сказал Как Динамику Чистить У Детей Вот Когда Дети Аутизм Это На пятом Слое Статический Блок И Динамический Значит Мы Что Чередуем Мы Допустим День Ребенок Сидит Возле Дерева Час Сорок Другой День Мы Статику Чистим Водой 28 Градусов 70 Минут А В Следующий Раз Мы Динамику Чистим С Помощью Пассивной Чистки Как Динамику Чистить Пассивно Сейчас Я вам Расскажу Берете Ребенку Температуру Выбираете 35 36 Градусов Что Ребенку Комфортно И В ванну Насыпаете Несколько Килограмм Соли 2-3 Килограмма Соли И Горячая Вода Плюс Соль Начинает Чистить Динамические Блоки 50 Минут В такой Горячей Теплой Воде Это 5 Слоев Ну То есть Заканчивать Всегда Когда вы Динамику Чистите Всегда Надо Заканчивать Статикой То есть Потом Дальше Надо Остудить Воду И Чуть-чуть 28 Градусов Посидеть Ребенку Чтобы он Перестал Ну Чтобы остыл И потом Уже Заканчивать А когда 28 Градусов Можно Чуть-чуть Нагреть И Заканчивать Теплом Теперь Если дети Повозрослее То можно Пассивно Чистить С помощью Бани Все 5 Слоев И Статику И Динамику Чистка Идет Таким Образом Чистить Если Это Комнатные Температуры То 40 минут Очищаются Все 5 Слоев В бане Все 5 Слоев Всегда Очищаются Одинаково У всех Людей На земле Для этого Надо 10 минут Один слой То есть Надо Лежать В бане И надо Находиться В такой Температуре Чтобы вам Было Не жарко То есть Если вам Жарко Наверху Ползайте Вниз Если Нет Опции Такой Открывайте Дверь Ну То есть 50 минут Лежите Все 5 Слой Прочистили Заканчивайте Один слой Всегда Холодной Водой Если Вода 28 Градусов Значит 70 Минут Надо А если 29 Градусов То вы Статическое Напряжение Не очистите Потому что Это уже Теплая Вода Вода Спокойно Сейчас я на его вопрос Отвечу Еще раз Сначала Пять слоев Чистим Водой Потом Пять слоев Парной И потом Один слой Чистим Водой Опять В конце Не надо Кушать Во время Бани Можете Пить травные Напитки Но без Сахара Без Меда Но лучше Просто Чуть Можно воды Но лучше Ничего Не есть Не пить Кушать Можно После Бани До Бани За Два Часа Не Есть Баня Чистит И статическое Напряжение И динамическое Есть Только Один Способ Чистить Все Три Сразу Блока Все Можно Чистить Все Три Сразу Прямо Пассивная Чистка Но Только Для Евреев Мертвое Морье Мертвое Морье Она Водой Чистит Пассивно Солью Чистит Динамику Пассивно Водой Статику И солнцем Ты лежишь Солнцем Чистится Одновременно Токсином Если На мертвом Морье Лежишь Два с половиной Часа Безвылазно Не в жаркую Погоду То у тебя Очищается Все Все Полностью Пассивно Чистка Идет Всего Организма Как заново Рождается Человек Вам Конечно Нельзя Больше Десяти минут Потому что Организм Зашлакованный Там Просто Если у человека Гипертоник Он там Лежит Он может Там Остаться Понимаете Потому что Будет Инсульт Я могу Себе Позволить Потому что У меня Организм Чистый Я Лежу На солнышке Лежу И на солнышке Лежу Все Лежу И лежу Как вы Родить Мне Пожалуйста Еще раз Повторите Один Снуем Один Сорок Возле дерева А потом Заканчивать Просто ванной Час Сорок Возле дерева Это Один День Следующий День Теплую Ванну Делать Потом Опять Потом Холодную Ванну И так Чередовать Все время 28 градусов Это 70 минут А 35-36 Градусов С солью Это Динамическая Чистка 50 минут 50 минут Ну Можно Лежать Можно Плавать Можно Ходить По воде Просто Дети Они Подвижные Это Называется Пассивная Чистка Вы Можете Ёрзать Возле дерева Сидеть Вот так Оно Все равно Вас Будет Чистить Плавать В воде Вода Будет Вас Чистить Пассивно Вот Если Пассивная Чистка Допустим Пассивное Обнимание Что Такое Ты стоишь Тебя Муж Обнимает Ты Можешь Ёрзать Что Хочешь Делать Вот И Все равно Он Тебя Будет Обнимать А Если Ты Сама Обнимаешь Ты Уже Ничего Не Можешь А теплая Вода Это Обязательно 35-36 А в 40 Не подходит В последние Подходит Просто Вы 50 минут В 40 Не пролежите Это Будет Сильная Нагрузка Понимаете А в 35-36 Никакой Нагрузки Спокойно Человек Держит Для того Чтобы Понять Что делать Когда Вода Остывает Надо Иметь Немножко Еврейской Крови Шутка Надо Просто Подогревать Это Шутка Все Нормально Не во мной Еврейская Шутка Имею Право Понимаете Можно Заниматься Бикрам Йогой Как Бикрам Йога А я не знаю Что это Такое Заходишь В комнату 40 градусов Жары И полтора Часа Делаешь Йогу Можно Потому что Когда пчела Разогретое То Гибкость Улучшается И Легче Как бы Делать Упражнение Запомните Полторы минуты Один слой Это серьезно Но это не надо делать Это опасно Есть конечно Такая пассивная Чистка Кстати Это не шутка Это и для детей Подходит Есть такой Станок Когда человек Ноги закрепляет И потом Вот так Переворачивается И висит Кверх ногами Если человек Кверх ногами Висит Полторы Две минуты Я точно не знаю Но там Сейчас я посмотрю Где-то Чуть больше Полутора минут Это Минуту 40 секунд Где-то Висит То чистится Один слой Можно детям Так делать Это пассивное Статическое Напряжение Снимается Еще последний вопрос По чистке Пассивной Детей А сколько Вот это Практиковать Дерево Вода Дерево Вода Полгода Колоссальные Изменения Происходят Да Если вы хотите Убрать У человека Аутизм Вы делаете Ну как Каждый Дневный В неделю Надо По Три чистки Сделать День Деревом День Водой Прохладной День Теплый В неделю Достаточно Можно Две Чистки В неделю Аутизм Это блоки Убрали блоки Ребенок Восстанавливает Сразу Не лечится Только Тупость Мы Вы сказали Пассивную Воду Месяц Два раза В неделю По Семь Семь А потом Стоять Сколько Если 65 минут Это Раз В неделю Или В течение Месяц 65 минут Раз Три дня Где-то На протяжении Соответственно Чем дальше Тем лучше Всю жизнь Потому что Если Сначала Сначала